Эта история облетела уже весь интернет. Изо лба юной москвички, 7-летней Устиньи Романовой, хирурги в Видномской районной клинической больнице удалили рог. Ненастоящий, конечно, игрушечный из пластика. Дозревались разные диагнозы, то есть тут проходила дифференциальная диагностика. Проведя два исследования, обзорный снимок костей черепа и выполнив УЗИ в мягких тканях области лба, стало понятно, что это не костный экзостоз, не организовавшийся гематома, не атерома, а именно инородное тело. Медики девочка и ее родители были в шоке. Впрочем, как рог очутился во лбу Устиньи, родственникам стало понятно сразу. Ребенку было 3,5 года. В садике зима была. Катилась в горке и упала на свою любимую лошадку пластиковую. Мы обратились к специалистам, ну специалист-педиатр. Нам не обнаружили там в ранении ничего, помазали в принципе и отправили домой. Мажете там мазикой. На протяжении почти 4-х лет девочки безуспешно пытались вылечить гематому на лбу мазями и гелями, но помочь здесь могло только хирургическое вмешательство. У любого инородного тела два пути. То есть, либо инородное тело выгнаивается, выходит вместе с нагноением, либо оно инкапсулируется. Вокруг инородного тела образуется соединительная тканная капсула. На капсулу был выполнен разрез, была выделена капсула инородного тела, потом вскрыта. Удалено инородное тело, наложено два субкутанных шва. Все было очень быстро, начиная с первого приема у хирургов нашего Виктория Константиновна Жиронкина. Я не знаю, рекламу тут можно делать или нет, но я всем рекомендую. Прекрасный детский хирург. То есть, у меня Устиния, она вообще боится всех врачей. У нас паника вообще ходить по врачам, независимо анализы или просто осмотр. Но Виктория Константиновна нас покорила. Детский хирург Виктория Жиронкина признается, за свою врачебную практику не раз сталкивалась с подобными случаями. Но рог из лба удаляла впервые. Это и металл, это и пластмасса, это щипа деревяшки, это и часть дерева была, часть растения, иголки, бусинки. На что хочется обратить внимание, чтобы пациенты обращались к докторам по профилю. То есть, должна была выполнена быть первичная хирургическая обработка. Сейчас Устиния чувствует себя хорошо и ходит в РКБ на перевязке и обработку шва. Рог единорога медики отдали девочке на память. Теперь сантиметровый обломок, семейные реликвии Романовых и бережно хранится в альбоме с фотографиями. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.